Окей. Привет всем, меня зовут... Привет всем, меня зовут Катя, этот... Привет всем, меня зовут Катя, этот блог вы будете смотреть, если вам интересно. Привет всем, меня зовут Катя, эээм... Привет всем, привет всем, привет всем, привет всем, меня зовут... Это не естественно, знаете, когда начинаешь думать о том, что ты будешь снимать свой блог, в первую очередь хочется быть естественным, потому что раздражают всякие варианты. Я явно не бьюти-блоггер, мне это вообще не интересно, но мне очень интересны путешествия, живопись, рисунок, скетчи разного образа, книги, статьи, это все. Все то, что помогает человеку развиваться, жить более полной жизнью, об этом и будет блог. Ну, в первую очередь я буду говорить и рассказывать о каких-то способах, которые помогут вам развиваться творчески. Это может быть все, что угодно, но сфокусируем мы свое внимание именно на скетчах, потому что это быстрое, не всегда, но в целом это быстрый способ и возможность как-то занять свое время творчески, креативно, еще плюс разбиваться, развивать свои умения. Вот, и сегодня я вам расскажу о первом способе, потому что это первое видео, поэтому о первом способе, оно будет называться дьявольские карточки. Ну, в принципе, не обязательно назвать это дьявольские карточки, это не важно, терпеть не могу, когда блогеры начинают нести просто чушь, и ты это смотришь, смотришь, ты уж господи, как пролистать. Точнее, я знаю, как пролистать, ну, в общем, насколько пролистать, чтобы уже опять была хорошая информация и не лилась эта вода. Надеюсь, я не выхожу из фокуса, это вот так выглядит. Окей, для этого занятия вам понадобится, ну, давайте, допустим, 30 карточек, я не сторонник делать миллион карточек для этого упражнения. Допустим, 30 карточек вам нужно, ну, таких небольших, может быть, как визиточка, я сделаю еще меньше, мне не принципиально, у меня были нарезанные карточки. И вы, значит, разрезаете, делите по 10 в 3, как бы, кучки, ну, да, кучки. И, значит, пишите на первой карточке существительные, самые разные, не надо зацикливаться, не нужно стараться что-то выдумать такое невероятное, просто что-то, что первое приходит вам в голову, чтобы не тратить много на это время. Второе прилагательное и третье глагол. То есть, например, лак для волос причудливый кушает. Вот таким образом будет получаться такое словосочетание, и уже это словосочетание вам необходимо зарисовать у себя в скетчбуке. Я тоже это сейчас буду делать и вам покажу. Я, кстати, возьму... Рисовать я буду тушью и пером, потому что для меня это самый любимый и простой способ использования, пока я не разливаю это на делу. А такое бывало. И все равно я люблю это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Внутри каждой группы перемешивать можно, а вот между собой перемешивать нельзя. Вот, чтобы неожиданным был эффект. Что я буду рисовать, значит? Что мне попадется? Желательно, чтобы прилагательные глаголы не так уж сильно подходили существительным, чтобы добавить немного юмора. Итак, мне попадается... Книга... Побитая книга... Это я и буду рисовать. Ну, логично. Что еще можно делать, хотите? Побитая книга... Это я и буду рисовать. Побитая книга... Вот, сидит за столом побитая книга и стесняется. Честно говоря, по вот этим, не знаю, усикам, что ли, мне кажется, что это побитый томик Лермонтова. Вот так и будет. Ну, вот и все. В принципе, можно попробовать второй рисунок сделать себе в удовольствие. Так, покажем результат. Результат вот такой. Напомню, словосочетание... Побитая книга и стесняется. Вот так она сидит за столиком и стесняется. Еще бы такие загребущие руки я бы тоже стеснялась. Традиционно я уже разлила тушь. Ну что ж, второе словосочетание, которое попадается... Пень. Пень неплохо, я люблю пень. Замерзший пень. Поет. Ну, кстати, можно петь, чтобы согреться. Ну, вот таким образом выглядит это упражнение. Надеюсь, оно вам понравилось. Что бы вам так вот внизу оставить? Все-таки оставлять. А, это вообще неинтересно и не нужно. Если будет что оставлять, я буду вам это оставлять, естественно, в описании. Сейчас мне оставить, наверное, нечего пока. Но, в целом, я бы хотела, чтобы вы оставляли свои такие видеозаписи. Либо просто фотографии прислали мне на почту. Почта, кстати, будет моя указана. И я буду размещать самые интересные работы, получившиеся у себя в блоге. Или, возможно, сделаю видеообзор следующий. Об этом. О ваших работах. Потому что, в принципе, упражнение забавное.